Вот Влад сказал, что там большой какой-то пачка документов, но он ее не читал, но он с ней согласен. Я прочитал, я хочу сказать, что о качестве этого материала можно судить потому, что там элементарно есть даже отсылка к одной статье закона, которая просто не существует. Часть статьи закона, которая не существует, их там упоминается третья, а она всего одна. То есть это о качестве. Там автор, я так понимаю, что Ростислав Филевский, соавтор скорее всего этого материала, так старался в таком количестве изобразить грехи мэра, что возможно перестарался. То есть там речь идет, я, скажем, разложил на части вот этот документ, увидел, что 7 статей, 7 частей пунктов законов, которые якобы нарушил Сенкевич, они основываются на каких-то выводах судов, которые до сих пор еще идут. А 20 это есть в его действиях состав нарушения, то есть по мнению этих депутатов. Я бы хотел обратить ваше внимание, что действительно это очень субъективная точка зрения, в первую очередь. И принимая решение, депутаты должны были бы основываться именно на понимании этого процесса, то есть что это субъективно. Это 20 каких-то законов, которые якобы нарушил Сенкевич. Проект решения, почему можно утверждать, что он соответствует законам. Есть решения судов, которые вступили в законную силу и которые подлежат обязательному исполнению на всей территории Украины. Точка. Это не обсуждается. Второе. По процедуре. Каждый неленивый может открыть закон и прочитать 4 абзаца. В этих абзацах четко прописана процедура. Это демократия. Это инструмент демократии. Что влечет за собой эта процедура? Когда возникают вопросы, что мы забрали выбор у горожан. Нет, отнюдь мы его не забрали. Мы дали горожанам право выбора. Потому что оценили работу мэра на текущий момент. Исходя из тех проектов решений, решений вступивших в силу, которые на сегодняшний день не развивают город, а его тормозят. Дмитрий, в ответ на ваши реплики, можно очень долго технически раскладывать проекты решений и принятые решения. Мы все четко понимаем, что есть опечатки, есть человеческий фактор. Будучи причастным к разработке проекта решения, я могу смело утверждать, что в основу положены исключительно обстоятельства и аргументы, которые подтверждены решениями судов, либо которые не требуют дополнительных даже обоснований. И они настолько очевидны, что не могут просто вызывать никаких сомнений. В отношении реплик, уважаемого господина Добогяна, я понимаю возможную, скажем так, неудовлетворенность отдельных людей на округах. Но к чему мы идем? Мы идем к единственному возможному законному демократическому механизму, что влечет за собой прекращение полномочий городского головы. Выборы. У каждого есть право выбора. Никто, ни у кого право выбора не отобрал. Относительно того, что все основания, заложенные в этот проект решения, являются догмой, истиной в последней инстанции и так далее. Насколько я помню, вы меня поправьте сразу, Ростислав, там упоминалось в том числе и о признаках совершения коррупционного деяния со стороны мэра города и протокол о коррупции, который был составлен в отношении него, который на следующий день, по которому его оправдали. Абсолютно правильный признак. Не утверждение, а ссылка на признаки. Ну так вы противоречите в какой-то степени сами себе. Только что вы заявили о том, что там исключительный фактаж, либо те вещи, которые доказывать не нужно. И одновременно там была масса, и я помню, потому что я действительно читал эту пояснивальную записку, в том, что там была масса предположений, фраз наподобие «кажется, имеют признаки» и так далее, и так далее. В том числе ссылки на то, что якобы были совершены уголовные преступления. А вам ли не знать, что человек может считаться виновным в совершении уголовного преступления исключительно только после решения суда. Но тем не менее, все это для нагнетания атмосферы было запихнуто. Оставки манипуляций сразу в сторону. Там этого не было? Это ваше предположение и отстраночное объединение. Я сегодня, как говорится, подчеркнув это и опубликую. Пожалуйста, зачитайте. То, что сказал Федор. Секунду. Просто вы там написали действительно очень много. То есть те статьи Криминального кодекса, наявность в диях Миколаевского, Минского головы Сенкевича, о знак порушений. То есть это ваши предположения. Это 172-я статья закона, статья Криминального кодекса Украины и 366-я и 382-я. Если к ним обратиться, то вот, например, 172-я. По которым ведутся уголовные применения и проведения. Этого не было в вашем, ни в поясиненной записке, ни в решении Горсовета. Этой информации не было. Общественные факты, которые в СМИ уже настолько пережеваны, что они не требуют дополнительных, наверное, грубых порушений законодательства. Я бы попросил, у нас Владислав Лыгович лишился без своих... Общественные факты о том, что в отношении Городского головы нет уголовных проваджений, о которых сейчас говорит СМИ. Если есть эти факты в СМИ, пожалуйста, номер уголовного производства в отношении Городского головы. Продолжение следует...